МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ксения, спасибо, что заглянули к нам. А сколько у вас всего медалей? Можно в килограммах ставить? Ну, много. На стене висят они все. Родители развесили. Очень много, конечно, за 15 лет в национальной сборной. Но все эти медали стоили, тех усилий, которые вы затратили? Не было никогда, что жалели, что в спорте? Нет, меня даже спрашивали когда-то. Если бы был шанс по-другому, только этот путь. Вы с Дашей Юшко были своеобразными забойщицами, которые прокладывали путь именно на европейские мировые пьедесталы. Сложно было, в первую очередь, переубедить судей и сломать эту сложившуюся иерархию в синхронном плавании? Ну, конечно, сложно. Главное – терпение. Каждый раз, когда ты еще не добился своей цели, наступать на себя и продолжать этот путь, и доказывать, доказывать, доказывать. Конечно, много лет мы вместе с Дашей с 2005 года. И только через три года, получается, на чемпионате Европы была первая медаль. И мы только три года вместе, а сколько наши тренера к этому шли все. Вот там настоящее терпение и упорство, и профессионализм, мне кажется. Четвертое место на последней Олимпиаде в Рио. Ну, самое обидное в спорте. Одно из самых обидных. Сильно тогда расстроились? Очень сильно. Большая депрессия потом была, наверное, месяца три. Было даже очень тяжело опять, как говорят, подняться и пойти. Ну, я не жалею. Ксения, вы участвовали в трех Олимпийских играх. И вот были восьмое место, шестое и четвертое. Вот намек уловили? Если бы вам выпал сейчас шанс вернуться в сборную команду Украины, воспользовались бы этой возможностью? Ну, вопрос интересный. Тем более сейчас такое время. Как бы я работаю тренером сейчас со словацкой командой. Но, конечно, если шанс, если бы выпал шанс, наверное, я бы воспользовалась. Как строится работа в сборной? Спортсменки имеют право на дискуссию или по принципу слушай и выполняй? Ну, небольшие дискуссии, конечно, у нас есть. Но, в целом, у нас получается, мы полностью доверяем нашим тренерам. Поэтому, если они говорят, что так будет лучше, конечно же, мы доверяем и делаем. А сложно было заслужить уважение у такой сильной и интересной личности, как Светлана Саидова, главный тренер сборной Украины? Конечно, сложно. Но Светлана Борисовна всегда видит и по достоинству оценивает желание спортсмена, если она видит, что спортсмен хочет тренироваться и делает максимум. Выступление длится около четырех минут, не больше. И большую часть времени вы проводите под водой. Это суперсложно. Когда заканчивается программа, ты вообще не чувствуешь ни рук, ни ног. Ты не понимаешь, где ты. Даже где-то, наверное, с половины программы ты уже понимаешь, что ты уже не чувствуешь себя. Но ты продолжаешь делать на автомате, и тебе надо еще улыбаться или показывать другие какие-то эмоции. А вообще, сколько вы под водой можете задержать дыхание? Ну, просто на спор. У меня было этим летом, я увлеклась фридайвингом, и у меня было 6.30. А зажим все-таки теряли в воде? Я не помню, чтобы я прям на соревнованиях теряла. Но это действительно очень неприятно. Но и я, в принципе, умею без зажима справляться. Там есть некоторые особенности у некоторых синхронистов, кто верхней губой может закрыть нос, и тогда вода не попадает. Перед выступлением как-то взбадриваете себя, или адреналина и так хватает? На шатырь там не нюхаете, чтобы голову себя, чувство привести? Нет, не нюхаем, но у нас есть свои, боже, как это называется, ритуалы. Мы дышим вместе, там у нас есть, кричим. При выступлении, когда групповая комби, друг друга где-то цепляете? Там травмы бывают, случаются? Да, конечно, потому что у нас ценится очень близкая работа. Чем ближе ты работаешь в команде, тем выше класс команды. Поэтому очень часто, а под водой идет активная работа ног, если мы работаем наверху руками, и также рук, и мы часто сталкиваемся, конечно, и бьемся. Ну, там всякие поломанные пальцы иногда случаются. Это не в счет? Нет. Это не в счет. Помимо вот плавательной подготовки, у вас еще хореография, ОФП, что еще есть? Акробатика, танцы. Ну, это же сколько времени нужно для тренировок? Сколько вот тренировочный процесс занимает? Ну, в день это 8 часов. Но зал у нас занимает не такое большое количество времени, зал где-то около часа, часа полтора, и все остальное. Ну, 6-8 часов, как бы, это в воде. Начинается с обычного плавания, на скорость, на задержку дыхания, потом идет уже синхронное плавание. Как вам удавалось и удается контролировать вопрос веса? Или у вас с этим проблем не было? Ну, был, конечно, был, как у всех, переходной возраст для девочки. Это всегда сложно. Всегда хотелось есть, особенно когда ты тренируешься сильно, ты заканчиваешь первой мыслью, это только поесть. Но приходилось держаться. Ну, тренеры за этим следят очень сложно. Следят, конечно, конечно. Малейший вид очень важен. Сколько? 100 грамм отклонения? 200? Ну, там, 500 грамм погрешность, да, от нужного. Но у нас не столько вес важен. То есть, если ты выглядишь нормально, пропорционально, да, то никто тебе никогда ничего не скажет. Если, конечно, ты выглядишь немножко не очень... Не в кондиции. Да, не в кондиции. Не по-спортивному, наверное, так. Ксения, ваше отношение к тому, что в синхронное плавание вторглись мужчины? Позитивные, конечно. Это большая популяризация спорта сейчас в мире. Это тоже... Они в Микси даже на чемпионатах мира разыгрываются. Да, да, да. С 2015 года уже. И сейчас борются за Олимпийские игры, чтобы допустили дуэты. В водном поле есть такая традиция. После побед тренера в воду бросают. Как в синхронном плавании? Да, если первое место, да. Я видел, вот, как вы любите отдыхать. А вот любимые места для отдыха есть у вас? К воде тянет? Море – это совершенно другое. Море, красивые пейзажи, закаты, рассветы. Все это... Пальмы, если повезет. Я знаю, что еще вы водитель со стажем. Мужчины довольны, как вы ведете себя на дороге? Претензий к вам нет? Ну... Говорят, что слишком быстро обычно. Это единственная претензия к вам, да? Ну, вроде бы, как с правилами особых нет проблем. Ну, единственное, что быстро... Полихачить. Да, мне нравится. Я люблю водить. Ксения, я желаю, чтобы вас никогда не покидала мотивация. Ну, и, естественно, здоровье. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. У нас в гостях была заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию Ксения Сидоренко. Это все. Спасибо за внимание. Берегите здоровье. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова